Всем привет, вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас я хочу показать и рассказать разницу между подъемами, боковыми махами и силовыми подъемами, потому что многие люди видят, когда человек поднимает ноги вот таким образом, они воспринимают картинку не совсем правильно. Ну, начнем с того, что мне не нравится. Мне не нравится, если человек болен коксоартрозом, и ему где-то на реабилитации в каком-то центре показали делать это упражнение таким образом. Мы часто видим на площадках уличных, в залах людей, стоящих около турников, брусьев, махающих ногами таким образом. И, в общем-то, они что-то делают, идет какая-то нагрузка, что-то они там растягивают, что-то они там машут. Ну, как бы на первый взгляд идет процесс утомления. И, наверное, если так помахать раз 200-300, то действительно почувствуется какая-то нагрузка. Давайте мы усложним эту задачу и постараемся правильно включить те мышцы, которые нам необходимы. Ну, я возьму вот такую небольшую высоту и подержу ногу. Если вы подержите ногу 2-3 секунды, вы сразу почувствуете, что у вас полностью идет напряжение по широчайшей фасции. Работает напрягатель, работает длинный берцовый тракт, большой берцовый тракт, работает среднеягодичная, работает малоягодичная, работает большая ягодичная. Достаточно правильно удержать. Как правильно удержать? Чтобы еще и квадратную мышцу зацепить, которая является болезненной для коксоартрозника, которая остановилась в своем развитии. Она не растягивается и не сжимается. Для этого нужно выдавить, поднять ногу не просто вот так, да, а ее поднять как бы в узком коридоре. Обратите внимание на вот это бедро, на котором все делают ошибку. То есть это бедро остается у вас вот в таком положении. То есть вы видите людей, которые неопытно делают эти махи вот таким образом. Отклячив таз назад и делают вот такие маховые движения. Устают, ходят по стадиончику и опять делают такие движения. Значит, все поменяли, сейчас по-новому делаем, выдавили. Вот как вы стоите ровно, то есть это имитация той же вертикальной стойки. Вот вы стоите, ровно бедро, и это же ровное бедро вы поднимаете. Обратите внимание, что стопа у меня как бы на внешнем ребре. То есть вот если я встану на внешние ребра стопы, то так же я и поднимаю. И вот я сразу чувствую вытяжку по всей ноге. Делаю движения раз, два, три. Опускаю. Раз, два, три. Опускаю. Раз, два, три. Опустил. Но чтобы подключить еще квадратную мышцу, поперечную мышцу, косые мышцы живота, ну здесь они немножко второстепенную роль играют, я ни в коем случае не должен куда-то отклоняться. То есть выдавливаю, осаночка ровная, и я чувствую сразу, что сокращение идет на квадратную мышцу. И тело я не заваливаю. Знаете, вот это глупое движение вместе с телом. То есть это абсолютная ересь, абсолютная нелепица, когда непонятно для чего человек делает вот эти упражнения. Какую он мышцу тренирует, на опорной ноге или на двигательной ноге. Поэтому здесь нужно четко соблюдать вот эти правила, и тогда вы от этого упражнения получите вот этот стопроцентный заряд ягодичный, средний, малый, большоберцовый трак, и почувствуете работу всех вот этих мышц в полной мере. Очень важно еще, чтобы опорная нога стояла не развернутый носок, а немножечко под уклоном. Можно в лучшем варианте вообще пустить носок в противоположную сторону и делать вот такие движения силовые. Можно чуть-чуть под 45 градусов, но не прямо, потому что прямо у вас будет больше желания согнуть таз. Таким образом вы делаете как будто бы поперечное движение, вот поперечную растяжку, когда носочки у вас растянуты, и вы его повторяете просто в силовом махе. Ну, назовем его так, самый лучший, это силовой мах. То есть вы поднимаете ногу и фиксируете на 3 секунды. Раз, два, три, опустили. Раз, два, три, опустили. Раз, два, три, опустили. Чтобы еще лучше было понятно это движение, заведите руку назад и поднимайте. Раз, два, три. То есть вы тем самым рукой будете выдавливать таз вперед, и у вас движение будет четким. Все. Нагрузка пошла прямо в сустав, прямо в окружение тех мышц, которые защищают ваш сустав, дают ему баланс, стабилизацию, дают ему кровонаполнение. Ну вот, если вы поняли, напишите, кто проверил на себе это, прочувствуйте, и потом в комментариях напишите. С вами был тренер Хапаев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok